Приветствую вас и отвечая на вопрос о том, как наладить отношение с мужем, отвечая на вопрос, на каком языке разговаривать с вашим супругом, можно сказать только лишь одно. Но, к сожалению, ни на каком. У мужчины, у вашего мужа, с сестрой достаточно устоявшиеся, сложившиеся отношения. У них, между ними, серьезная связь. И в данном случае, не важно, выгодна ли эта связь мужу, не выгодна ли эта связь ему и так далее, это не принципиально. К сожалению, здесь ситуация такова, что молодой человек, ваш муж, зависит от сестры, зависит эмоционально, зависит от нее, может быть, именно за счет того, что, например, раньше, до того, как вы встретились, до того, как вы познакомились, у них был тяжелый период, когда они друг друга поддерживали. То есть, вы стали свидетелями достаточно серьезной, крепкой родственной связи. И самое главное, мужчина не хочет ничего менять. Мужина не хочет ничего менять. В своем поведении мужчина понимает, что не может, да и не хочет изменять сестру. А это значит, что вам нужно лишь только заботиться и решать свои интересы. Во-первых, давайте сначала попробуем успокоиться и более подробно разобрать, почему и что наговорила вам сестра Муни. В первую очередь, нужно и хочется сказать, что она вас, скорее всего, ревнует к своему брату. Она боится, что вы его, у нее уведете, вы его заберете, и она не сможет ничего с ним делать так, как, ну, так, как делала раньше, допустим. Этот момент достаточно серьезный, этот момент достаточно важный, потому что, если она действительно говорит, что это у нас в случае ревности, а такое вполне может быть, то тогда этот человек достаточно неуверенный в себе, достаточно зависимый, опять-таки, от, как ни как ни странно, вашего брата. И здесь уже нужно просто, в данном случае, ее постараться пожалеть, постараться ее понять, что ей двигало, и сказать себе примерно следующее. Значит, значит, что и почему, что и почему заставляет ее вести себя таким образом, что и почему двигает ее на подобное отношение к вам. А также, самое главное, почему вас задевает то, что она говорит. Почему вас так, ну, почему вы ее не переносите вообще никак. Вам нужно ее понять, чтобы перестать реагировать в свои недовольства. Вам нужно ее понять, чтобы выявить определенные, правильные моменты поведения и выделить его, это поведение так, чтобы преследовать, и, честно, чтобы следовать именно ему. Второй аспект, те моменты, которые вас задели, обязательно нужно оценить как нечто, что нашло отражение в вас самой. То есть, вам заделось просто потому, что, что нашло отклик в том, что она вам говорит. И этот момент тоже необходимо исключить. Дальше, следующий важный момент. Это момент, связанный с вашим мужем. Ваш муж, человек, который не хочет брать на себя ответственность за то, что он имеет семью. Значит, ваш муж не желает защищать вашу семью. Ваш муж не желает, значит, отстаивать интересы семьи. Ваш муж не хочет противоречить сестре. Конечно же, он не может этого делать. Конечно же, ваш муж не способен ничего противопоставить своей сестре. Но у него есть еще вы. И между ней и вами ему, к сожалению, придется делать выбор. Ну, какой это выбор? Вы знаете, выбор можно делать совершенно раздратный. Можно говорить о выборе как о, знаете, конкретном общении. То есть, либо общается с сестрой, допустим, либо нет, да? Ага, можно действовать и немножко иначе. Можно говорить, что я не против. Это как бы вы говорите. Я не против, если же сестра общается с тобой. Я не против, если ты проводишь все время. Но, пожалуйста, я тебя очень прошу, не надо меня с ней пересекать. Я не хочу увидеть. Этот человек мне неприятен. Этот человек вызывает у меня негативные эмоции. Он пытается меня оскорбить и испортить настроение. То есть, вам нужно понять, какие интересы у вас, и их отстаивать. Если мужчина вас не защищает, значит, он не боится вас потерять. Если он не боится вас потерять, значит, он достаточно сильно вами дорожит. Если он недостаточно сильно вами дорожит, значит, у него нет стимула, что-либо делать для сохранения ваших отношений. А это означает, что вам нужно показать свое решительность. А проверить его точку зрения, согласно которой вы будете терпеть все, что угодно, лишь бы, ну, например, быть с ним. Это не так, и это понимаете вы, это понимаем мы, но не понимает ваш муж. И вот именно это и нужно ему дать понять. Показать, что вы готовы от него учить, например. Показать, что вы готовы на решительность, например. И тогда уже посмотреть на реакции вашего мужа. Если у него есть к вам чувства, если у него есть к вам определенные эмоции, эмоции теплые, надо сказать, это, кстати говоря, очень важный момент. Если у него нет именно теплые эмоции, то есть не какие-то эмоции, а именно теплые, то он, безусловно, пожелает вас вернуться. Он, безусловно, будет пытаться, будет стараться вас как-то, ну, обрадумить, как-то вас может завоевать и так далее. И поймет, что нужно что-то менять. Пожалуй, этот момент самый главный. Мужчина поймет, что так дальше продолжаться не может. Как видите, вы в этом случае дадите человеку критическое переживание, после которого он изменит свою картину мира, изменит свое представление о нем. И будет жить немножечко по-другому. Уже по-другому будет видеть вас, уже по-другому будет видеть себя, например, и так далее. Это важный момент. Очень важный. Важный, но не единственный. А если случится так, спросите или скажете вы, что мой муж ничего не станет делать, то есть я вот так вот уйду, а он ничего не будет делать, он никак не захочет, например, меня возвращать. Или скажет, ушла и расчет, и все. Что делать тогда, спросите вы. А тогда это будет означать, что мужчина не ценит вас, не любит вас, не дрожит вам и не хочет быть с вами. Это очень важный аспект. Мужчина не желает ничего делать для того, чтобы вы были с ним. Вряд ли в этой ситуации, вряд ли в этом случае, можно говорить о том, что с этим человеком у вас могут быть какие-либо серьезные, хорошие, теплые отношения. Впрочем, потому что этот человек с вами не дрожит. Конечно, ваши отношения с мужчиной, ваши отношения с ним не могут остаться без анализа. То есть очень важно наиболее подробно проанализировать их, понять, где у них слабые стороны, где у них сильные стороны. И постараться, возможно, в этом найти какой-то ключ к решению проблем. Постараться, может быть, как-то освещить ваши отношения, обновить его восприятие в вас, сделать его более ценным для него. То есть, чтобы ваш муж относился к вам более ценно, трепетно, чем сейчас. Но для этого, для этого очень важно провести анализ, чтобы вы рассказали, как можно более подробно. Как с мужчиной вы познакомились, как вы с ним пришли к тому, чтобы создать семью, как вы вообще жили. Всегда ли была у вас сестра на фоне, его сестра на фоне, я имею в виду. С какого момента обострились ваши отношения, ну и так далее. Это с вами можно и нужно разобрать, чтобы выработать какую-то единую стратегию поведения. Но если у вас нет желания это делать, то общее направление работы я вам дал. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.